Главная задача для нас, тачников, это за сезон вырастить хороший урожай. И поэтому сейчас, когда результат на руках, кажется, что все, что от нас зависело, выполнено, и можно приспокойненько отдыхать и ни о чем не беспокоиться. Но не тут-то было, так как вырастить это еще полдела. А сейчас нам нужно сохранить это овощное богатство. Поэтому я предлагаю сегодня вспомнить основные правила хранения овощей зимой, как в квартире, так и в погребе, каким из них нужно тепло и солнце, а какие любят прохладу и темноту, какая влажность должна быть при хранении. И заодно я, конечно же, поделюсь, как и что сохраняю зимой сама. Итак, сразу говорю, что вне зависимости от способа хранения, абсолютно все овощи перед закладкой нужно очистить от земли, хорошенечко их просушить и отсортировать по размеру. Так как любые корнеплоды именно среднего размера хранятся лучше всего. Слишком мелкие быстро вянут, а крупные со временем становятся жесткими. И скажу за себя, что перед закладкой в погреб я никогда никакие овощи не мою, так как на моем опыте это снижает длительность их хранения, хоть они, конечно же, и выглядят более чистыми и красивыми. И начну я с картошки. Идеальное условие для ее хранения считается довольно-таки высокая влажность, которая должна быть примерно 80%. И температура около 5 градусов тепла. Более высокая влажность провоцирует различные гнили. А из-за слишком высокой температуры, да в сочетании с сухим воздухом, клубни начнут прорастать и увядать. А хранить ее можно разными способами, как просто навалом, так и в мешках или сетках. Я обычно храню ее в погребе, в пластиковых ящиках. Они очень легкие, имеют сетчатые стенки и дно. И это обеспечивает хорошую вентиляцию. Единственное, что размещаю их так, чтобы они не касались стен. А вот главное условие для сохранности свеклы – это темнота и прохлада. Температура должна быть в пределах от 0 до 3 градусов. И очень высокая влажность, процентов так 90. Ее можно хранить в подвале, пересыпав песком, поваренной солью, торфом или даже опилками. А проще всего это разложить ее прямо поверх картофеля. Так создаются отличные условия для обоих овощей. Картошке не нужна лишняя влага, и она отдает ее свекле. А свекла, впитывая ее, повышает свою упругость. Но если же у вас нет подвала или погреба, то небольшие запасы свеклы можно хранить и в квартире, в холодильнике, на балконе, в кладовке или в любом другом темном месте. Только тогда она сохранится максимум месяца 3-4. Или, как вариант, ее можно заморозить, тоже как в сыром виде, так и в отварном. И таким образом сохранятся в ней все витамины и полезные вещества. Далее морковь. Ее тоже можно хранить в подвале, пересыпав песком с золой. Но если у вас нет погреба, то немного урожая можно оставить прямо в грядке до весны. Морковь хорошо перезимует под снегом, а уже в апреле, как только он сойдет, то эти крепкие корнеплоды можно будет доставать прямо с грядки и использовать в пищу. А вот забракованную морковку после сортировки я обычно натираю на комбайне, раскладываю в полиэтиленовые пакеты и отправляю в морозилку. Следующий овощ, который выращивают абсолютно все дачники, это лук. Хранить его нужно в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. И лучше всего для этого подходит именно квартира, так как в погребе или подвале влажность слишком высокая, и там он быстро начинает расти и гнить. Я храню его в луковых косах, и эти вязанки вешаю на крючки прямо под раковиной. Очень удобно, и место занимает немного, и хранится хорошо. Тут же напомню, что лук нужно держать подальше от моркови, картошки и свеклы. Зато он прекрасно переносит соседство с чесноком, сушеными ягодами, травами или сухофруктами. А вот чеснок очень капризен в хранении, и порой его не удается сохранить не то, что до следующего урожая, но и даже до весны. И буквально уже после нового года он постепенно начинает увядать, желтеть, а затем и вовсе высыхает. Поэтому я храню его часть в таких же вязанках под раковиной на кухне, часть в стеклянных банках и часть перетертым в пасту и замороженным в формочках для льда. Заморозка чеснока вот таким образом позволяет сохранить даже те сорта, которые совсем не подходят для хранения в свежем виде. Далее, корневой сельдерей. Я его сохраняю двумя способами. Это в погребе в пластиковом ящике, засыпая клубни песком примерно на три четверти. И точно так же, как морковь и свеклу, чищу, перетираю на комбане и замораживаю в пакетах. А в течение зимы добавляю понемногу в пищу. Также его можно засушить, засолить, замариновать. В общем, способов море, только выбирая по своим потребностям и возможностям. То же самое можно сделать и с капустой. Засолить ее, заквасить или сохранить в свежем виде. Жаль только, что при комнатной температуре она долго не пролежит и быстро увянет. И поэтому я храню ее кочаны в подвале, подвязав за кочерыжку. Причем температура там должна быть низкая, где-то около 0 градусов. А влажность очень высокая, 90-95%. А вот в квартире ее можно сохранить на утепленном балконе, если обернуть вилки в несколько слоев пищевую пленку. Только укутывать нужно как можно плотнее. И затем обязательно периодически проверять сохранность головок. Ну и наконец, чтобы не терять наше драгоценное время, под этим видео я оставляю ссылки на ролики, где уже более подробно описывала и показывала самые простые и доступные способы хранения этих и других овощей. Например, сладкого перца, лука, порея и даже помидоров. И там же будет видео с самыми популярными и даже, можно сказать, нетрадиционными способами сохранения яблок и груш в квартире и на балконе. Проходите по ссылкам, берите для себя на вооружение способы, которые больше всего понравились. И самое главное, это тут же в комментариях делитесь своими вариантами зимнего хранения фруктов и овощей. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.